В юности я работал уборщиком в театре. Не думал, что когда-нибудь выйду на сцену без швабры. Здорово. Потом я работал звездой, золотым пером в очень серьезных газетах. В коммерсанте, в ведомостях. И несмотря на то, что я работал золотым пером, товарищи всегда говорили мне, что у меня какие-то странные отношения с фактами. Ну, странные. У меня 20 лет были странные отношения с фактами, пока наконец я понял, что дело не во мне, а в фактах. Факты врут. Я не стану напоминать вам, какое количество фактов вокруг вас в последнее время оказались фейком. Представьте себе… Давайте не будем о политике, об экономике, о заявлениях ответственных лиц. Давайте представим себе простую ситуацию. Ресторан. Хороший ресторан. Красивый ресторан. Красиво сервированный стол, блестящая посуда, свечи. За столом уны, они молодые, красивые. Может быть, у них кольца. Вино в бокал. Они чокаются бокалами, впивают по глотку. И тут он протягивает руку и кладет свою руку на ее руку, и, глядя ей в глаза, говорит, я люблю тебя. Что, черт возьми, происходит с этими людьми? В газете вам написали бы, они друг друга любят. Ну, это же факт. В серьезной газете вам сказали бы, что факты нужно проверить из двух источников. Окей, давайте спросим у нее. И она скажет, что да, она его любит. Давайте спросим у него, второй источник. И он скажет, что он ее любит. Давайте спросим у официанта. Он скажет, я вот уже 40 минут обслуживаю эту пару, и они все время друг друга любят. Давайте спросим у его мамы. И она скажет, да, он очень любит эту женщину каждый день. Слушайте, пять источников. У ее мамы давайте спросим. И она скажет, такой заботливый, он так ее любит. Черта с два. Люди, которые любят друг друга, заказывают домой пиццу, быстро сжирают ее и идут заниматься сексом. Они не сидят в ресторане и не кладут друг другу руку на руку со словами «Я тебя люблю». С этими людьми что-то случилось. С ними могло случиться все, что угодно. Они пришли, они несколько лет провели вместе и теперь пришли договариваться о разводе. Он позвал ее в ресторан, чтобы сообщить в торжественной обстановке о том, что все кончено. У нее обнаружен рак матки. Завтра начинается лечение. Они последний раз вдвоем. И они даже не могут пойти потрахаться потом. Трагедия. А может быть, смешная история. Он гей. И в этот ресторан постоянно ходит его богатый дядюшка, который мало того, что он богатый, так он еще и гомофоб. И поэтому он не дает ему наследства. И он попросил подружку пойти с ним в ресторан и изобразить его любовницу, чтобы дядюшка увидел их в тот самый момент, когда он протягивает руку и говорит «Я люблю тебя». И все-таки отписал ему на соследство, а деньги они поделят. Ха-ха-ха, смешная история про плутов, которые обманывают старого балбеса. Это может быть все, что угодно, но только не факт того, что они друг друга любят. потому что факты врут. И я готов утверждать, что факты не просто врут время от времени, или у нас есть во всякий конкретный момент недостаточное количество фактов. Я глубоко верю, что факты врут всегда. Вот что не врет, так это история. Разница между фактом и историей заключается в том, что факт это то, что случилось, а история это то, как и почему это случилось. И вот история действительно раскрывает нам природу вещей, природу человека, то, что произошло на самом деле, а факт только морочит нам голову. Думать так, как я думаю, значит принадлежать к древней секте стори-тейлеров. Это действительно древнейшая секта на земле. Мы древнее ислама, христианства, буддизма и даже индуизма. Основоположники нашей секты на глиняных табличках выбили первую историю 45 веков назад. Это была история про Гильгамеш. И я уверяю, что когда роботы, про которых рассказывали в конце прошлой сессии, уничтожат этот мир к чертовой матери, потому что один из них будет запрограммирован на собирание марок, и когда марки закончатся, он станет все на свете превращать в марки, пока не соберет все. И его невозможно будет остановить, потому что он робот, у него так в голове устроены марки, главная ценность. Ну или что он там станет делать? Играть в шахматы. Он нами станет играть в шахматы. Так вот, когда эти роботы уничтожат мир, найдется последний из нас, кто расскажет, как это произошло, как и почему это произошло, кому он будет это рассказывать, видимо, вот туда, в небо, куда кричал Том Вейтс. Когда мы рассказываем историю, когда мы хотим понять, что происходит на самом деле, как устроен мир, как устроены люди, мы пользуемся совсем не теми инструментами, которыми пользуются добыватели фактов. Факт-чекинг нужен, но это примерно как... Главные инструменты другие. Я не могу сейчас рассказать вам про них про все, мы копили их в 45 веков, но... расскажу про три самых главных. Характер, структура и гэп. Характер, персонаж, тот, кто это все сделал, должен обладать некоторыми свойствами, которыми не обладает персонаж ни в газете, ни на телевидении. Он должен быть сложным. у персонажа должна быть цель обязательно и изъян. Без изъяна нельзя... А посмотрите телевизор, там все люди без изъянов. Там люди либо идеально хорошие, либо совсем плохие. Либо молодцы без изъянов, либо мерзавцы без изъянов. Ну, на самом деле так же не бывает. Вы же помните, что Ромео в Ромео и Джульетте прекрасен, но у него есть чертов изъян, он Монтеки. Беда-то какая. Посмотрите, не знаю, фильм Аватар, и в первом кадре появляется герой на коляске. Герой не может быть без изъяна. У героя должен быть изъян. Еще у героя должна быть тайна. Представьте себе вот этих двоих в ресторане, про которых мы говорили. Они сидят, разговаривают, у нее ракматки, ее завтра оперируют, и он рассказывает ей, как она ему важна, и как он будет с ней всегда. Но у него есть тайна. Он бедром чувствует, как брякают смски от любовницы. вот тут вот я чувствую, что этот вот джинниус, как она говорит, джинниус, про смс-очки-то это он подсказывает подумать. Вторая важная вещь, это структура, ее еще иногда называют сюжетом. сюжет это структура, сюжет, это определенным образом выстроенная череда событий. И беда в том, что мы очень плохо понимаем, что такое событие. Событие это изменение качества ценностей. завернул, да? Но это именно так. Изменение качества ценности. У вас есть ценность любовь. Эти двое пришли утверждать ценность любовь. Так нам скажет любой бизнес-тренер, кто угодно. Любовь главная ценность, ради которой существует наша компания. Мы не определяем ценность так. Мы определяем ценность бинарно. Любовь в отличие от. Если у нее рак матки, и он пришел с ней, правда, устроить ей последний романтический вечер перед долгим тяжелым лечением, которое черт знает чем окончится, если это так, то он этим событием утверждает любовь в отличие от секса. Он этим событием говорит ей «Мне важнее любовь к тебе, чем секс с тобой». Если они пришли чтобы поговорить о разводе, то они тоже утверждают любовь, но любовь в отличие от рутины. Это две разные истории, потому что мы правильно сформулировали ценность бинарно. Ценность формулируется бинарно. И газеты, и телевидение врут вам, потому что они никогда не формулируют ценности бинарно. Они вам говорят «Главное Россия». «Россия в отличие от чего?» спрашиваю я вместе с теми парнями, которые выдолбили клиненные таблички про Гильгамеш. Вместе со всеми людьми на земле, которые писали когда-либо что-либо. Мы 45 веков формулируем ценности бинарно. Если вы не формулируете ценности бинарно, то вы врете. Гэп это голливудский сценаристский термин. Я не знаю, как перевести его. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Зазор. Дело в том, что у людей, в отличие от роботов, которые уничтожат нас ради марок, у людей аналоговый мозг. Нейроны нашего головного мозга устроены так, что там никогда не бывает точного да и точного нет. В цифровых системах это либо да, либо нет, либо ноль, либо единица. А у нас ну да на 90%. И даже на 50%, 52% это тоже в общем да. Но да на 100% у нас не бывает никогда и нет на 100% у нас никогда не бывает. Поэтому мы не уничтожим мир ради марок. Мы уничтожим его из тщеславия, но ради марок нет. У нас где-то там остается немножко в нейронах, что хрен эти ваши марки. Хоть мы уже и собрали почти все. на этом основан гэп. Герой, у которого, как мы помним, есть цель, идет к этой цели, делает что-то, а мир отвечает ему. Люди отвечают ему всегда не в попад. Всегда не совсем так, как он ждет. Потому что есть гэп, есть этот зазор. Я спрашиваю жену, милая, ты будешь стейк на ужин? Она говорит, ой, что-то у меня колготки порвались. Гэп какое-то отношение имеет к стейкам, но люди разговаривают так. Люди реагируют так. И поэтому, когда мы рассказываем историю, мы понимаем, что случится что-то другое. Ответ будет каким-то другим. И когда эти двое плутов, он гей, она его подруга, пришли дурить старого богатого дядюшку, чтобы разделить деньги, вот они сидят, и он протягивает руку, кладет свою руку на ее руку, говорит, я тебя люблю. Вы думаете, в этот момент входит старый балбес, видит их любящими и дарит им завещание черт из-два. Она влюбляется. Она в него влюбляется, а он гей. Она думает, что, ну, может, ты все-таки не очень гей, может, ты беспринципная двустволка, есть такие люди? Их довольно много. Нет? И история продолжается дальше. Одна история цепляется за другую. Они все звенят вместе, мы их рассказываем. Я совершенно не боюсь, что мы перестанем их рассказывать. за 45 веков не перестали, за оставшиеся полтора не перестанем точно. Мы рассказываем их, потому что у нас аналоговый мозг. Мы делаем глупости, потому что у нас аналоговый мозг. Мы рассказываем про эти свои глупости. я видел, как женщины укладывают детей, не покормив. Я все-таки побывал на войнах, землетрясениях и так далее. Я не видел, как женщины укладывают детей, не рассказывая им истории. Истории являются более важным условием нашей жизни, чем еда и сон. потому мы их рассказываем. АПЛОДИСМЕНТЫ